Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Узмен. Сегодня четверг, культурный четверг. Я об этом узнал уже после того, как закончил свою работу. Я такой, типа, чего? Сегодня четверг, Алиса? Да, я думал, среда вообще. Алиса говорит мне, нет, вообще четверг. Вот. Мы сейчас приехали в Икею за покупками. Сейчас подключились к Wi-Fi еще. Надо посидеть в интернете. Алису до этого завозил к... Да, я сегодня была в центр какой-то там классической хирургии, короче, что-то там, косметологии или что-то такое. В общем, я почти два года не могла найти, как налять вот этот вот шрам келоидный. Вот. В общем, вроде как носа. Ну, короче, мне пришли азотом, потому что это самое такое безопасное. Больно? Ну, это нет, это не больно, это, ну, это терпимо. Это все, там, секунд 20, наверное, максимум на все. Но теперь это больно, то есть, вообще, хочется постоянно дуть, нельзя ничего, никакие кофты чтоб задевало. Ну, ожог. Да, это ожог. Теперь три недели ждать, пока все это заживет. И еще таких сеансов нужно будет очень долго. Где-то в течение года, полутора лет я буду, короче, избавляться от килоидов. Круто? Хе-хе-хе, удалила родинку. Ну, а как по-другому? Надо что поделать, ну... Надо было удалять. Как бы ты, когда удаляешь, не предугадаешь, будет у тебя килоид или не будет. Это невозможно. Так что это, типа того, что вам... Знаете, что такое может быть? Да. Не то, что, типа, никогда не удаляете, потому что вдруг... Да. Но, в любом случае, я считаю, уж лучше пусть килоид, чем родинка, которая, как бы, на солнце, мало ли, как у нас потом будет растение. Причем, на таком месте, где полюбасу будет солнце. Нет? Да, еще и... Ладно, все, короче, мы сейчас пойдем по Икеа закупать всякое. Знаете, в ресторане Икеа на втором этаже такой компьютерный клуб всегда. Всегда есть какие-то люди, кто сидит и работает там. Да. Да. И причем я как-то наблюдал, что у них там на мониторах. Но, походу, какие-то, знаешь, там, типа, биржи электронные или что-то типа того, там что-то пытаются. Вообще... А, отсюда через начало были. Ну все, мы пошли за прикроватными столиками. А быстро в Икее все новогоднее поубирали. Ну правильно, с другой стороны, все, закончился. Это как... 40 минут. Несколько... Кому вам там Сашу Панкратову смотрели, да? И типа того, что после 25-го числа, декабря, да, выбрасывают в Америку уже елки. То есть уже 26-го, все, елки валяются. У них именно елка, что на Новый год. Ой, господи, на Рождество. И наши русские сочетчиственники, живущие... А у нас на Новый год. Да, живущие в Нью-Йорке, например, могут щипануть себе 26-го бесплатно елку на Новый год. Да. Что у нас, наоборот? Ну, мы тогда помним, что 2-го числа, января, когда выезжали, уже все с нами лялось. А, да? Да, да. Кто-то уже не терпится и выбрасывает елки. Прям после Нового. А у кого-то Новый год не сдался, он сразу сжигает дома у себя. Отголоски, отголоски Нового года. Есть еще, значит, что-то здесь такое. Так, это будет Алискин прикроватный столик. У нас все не как у людей, вы же знаете. Вот, это же то же самое, да? Вот, у него цена 1700, да. Да, 1800. Ну, нормально. Нормально. Алиса специально такой хочет, потому что сюда можно что сделать? Подушечки всякие. Покровавловскими. Да, да. Книжки можно купить то, что там. Вот, ну и сверху столик вот там. А вообще у меня еще, как бы, плана купить такую корзиновую, чем нами. Туда будет бутылка, потому что я водохлёб ночью. Ааа, прикольно. Я ночью просыпаюсь и пью стакан воды, как минимум. Не знаю, почему, я всегда очень хочу пить ночью. Хотя днем я пью много воды. Так вот, короче, там будет... Ну, кстати, такая штука, думаю. Поехали. Расскажешь уже или нет? Ааа, у этой корзине будет палочка и будет, например, какой-нибудь цветок. Это будет всё так стоять, и здесь будет конечно. Теперь мой прикроватный столик, стулик. Вот этот вот? Вот этот? Чего у него только маленькая поверхность? Хочешь поменяемся, у меня будет стул. Да не, с другой стороны, мне опять же лампу поставить. Мы уже взяли мусорный пакет. Пакет для заморозки. Эту паночку на 0,5. Да, бутылку. Но мы уже отмечили, что возьмем на складе два столика. Ну, наших, как бы, столика. Олеся меня уговорила все-таки забирать эту складывающуюся сидушку. Да, а вот сейчас еще в Мурске был будильник в Киевске. Да, у родителей, мне кажется, встал. Он очень как-то бы туда делать. Вот вообще, надо купить его, значит. Только если мы его купим, я буду будильник ставить на него. Ты готова к такому пробуждению? Он меня вообще очень бодро будил. Влоги тогда уже снимались, поэтому, возможно, кто-то звенит. Как у бабушки, мои телефоны красные. Да, 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 да. Вот. Сейчас, короче, нужно еще лампы. Тапки еще добавил. Тапки, да. Братные тапки порвал вообще. Брат, если ты смотришь это видео, ты вообще бессовестный, конечно. Так, тапки нет. Что тапки мне порвал? И молчит, главное, сидит. Подожди, так у нас вообще-то есть гостевые тапки еще. Давай не будем туда покупать? Да. Конечно, есть гостевые, черные там какие-то. Да. Куча тапок сейчас будет, блин. Лучше ковер, может, купим наконец-то на стенке. Нет. Нет. Чего покупай, она у бабушки моя же есть. Ага. И сидит в секунду. Идем за лампой для Алисы. То есть светильник, чтобы сзади на... Господи, как оно, изголовье. Все время забываю название. Что там он крепился, а Алиса читала по ночам. Черный хочешь? Да. Ну и что, Гена? Вот это, вот она черная. Да. Берем? Я понимаю, там же это все вместе просто. Если ты хочешь, то можешь и так прицепить. И все-таки Икея это какое-то небольшое будущее из вот таких вот штук. Просто фонарик. Он полностью литой из пластика. Там просто один светодиод. Одна пальчиковая батарейка и одна кнопка. Круто. Вы можете еще парочку артефактов рождественского новогодних здесь обнаружить. Типа елочки. Ну да, кстати, сейчас большие скидки. Всякая-всякая со скидками. Ну, всякая мелочевка особенно. Да, ой, смотри, это как банка. Как банка. Ну да, но только это... Только это... Ну да, но я говорю, форма-то такая же. Кстати, у нас тачка здесь внизу прямо. Можно здесь оплатить, вернуться, выйти здесь, спуститься и все. Когда вижу вот такие вот сидушки эти для складывания, сразу вспоминаю детство и рестлинг. Они всегда складывали вот эти вот с первых рядов и дубасили друг друга. Да. Мы теперь идем за Алискими столиком. Мы можем быть... Вообще, кстати, здесь... А, ну вон вижу. 21-16. 16-ая. Ты темную берешь? Темную. Пом-пом. Алиса пошла на горную реку. Постирушки у нас. Пошли. Пошли. Я сейчас тебе еще носков подкину и трусов своих. Ну, все, мы набрали все, что хотели. Сейчас еще газировочку Алиса хочет взять, грушевую. А я предложил еще те же печеньки взять, которые мы в прошлый раз покупали. Если вы помните. Ну и все, и отправляемся теперь на продуктовые наши закупки. В Ашан и домой. Все это дело восстанавливать. Выставлять и радоваться жизни. Ну что, давайте внимательно изучим нашу спальню, наши прикроватные столики, которые сейчас есть. Это типа корзина, но, кстати, иногда она так стоит, а иногда вот так. Там даже крем какой-то внутри лежит. Это горошина место, но оно так и останется здесь. Ой, Алисин Валдыри лучше вам не показывает даже. Что такое? Очень больно. Она задела или ты? Нет. Рубашка задела. Ой-ой-ой, это же прям целый ожог. Гороший идет тебя ожалеть. Так, у нас техническая пауза. Ну и мое место. Здесь, конечно, была коробка побольше до того, как мы переехали жить в дом. Гитара и, в общем-то, вот так вот. Ну что, теперь давайте посмотрим, во что это все сейчас превратится. Ну, в общем-то, пока. Ну, в общем, как-то так у нас все получилось. По-моему, вообще круто. Да, ну, еще не доделано. Алисин Дизайн. Там еще корзинка будет из H&D. Да, и у меня вместо лампы там офигенно смотрелся цветок с кофе. Ну, то есть растущий кофе. Но, как бы, зная, что Миша лунатит, что-то мы побоялись, что... Ночью у нас... Даже одну ночь, мне кажется. Каждое утро. Каждое утро вы потом пылесосили в гендах. Как тут, как тут? Да, да, да. Блин, это как тут дурацкий. Короче, ребят. Мы не рассказали, почему вообще мы еще все это решили сделать. Нам на Новый год подарил Мишин брат и семья. Да, да. Мой брат и семья подарили нам подарок. Да. Карточку? Подарочная карточка. Икеевская. Просто это, наверное, самый лучший подарок для нас, потому что мы реально фанаты Икеи, и нам очень много еще чего нужно дома икеевская. Домой икеевская. И, в общем, вот это все, это все подарок. Да. Это все подарок. Светильник, вон тот, вот светильник, корзина, бутылка, стол. Ну и, кстати, лампа тоже подарок, только это был отдельный подарок на день рождения тоже. От брата и семьи. Брат и семья брата, ну спасибо вам. Низкий поклон. Нет, правда, большое спасибо, круто, это прям офигенно. Для нас это очень важно, чтобы дома было уютно. Мы тут как раз рассуждали, что многие пренебрегают уютом, но типа того, что ставят свой дом на какое-то второе, третье, четвертое место из уют в доме. Да, и причем уют еще в нашем понимании, что все должно быть такое более-менее однотонное, монотонное. В каком-то стиле все это выдержано. Для них рисуночков, цветов, я не знаю, или еще что-то. Не считая горошину, подушку где-то. А, ладно, нормально, нормально, она четко, она в стиле. Вот, ну вы поняли про чем. Вот, и у нас, я все-таки думаю, что у нас, ну получается, у тебя. Я просто, я как бы иду за тобой. Нам уже очень много всего нужно. Да. Нам нужно доделать вот это дело еще. Но, но как-то все равно нас это не парит. То есть, в принципе, у нас сейчас светлые стены, это уже плюс, наверное, 90 к уюту. А остальное 10, это просто чистота. И уже поэтому как-то, как-то мы спокойны. И мы можем в таком месте жить очень долго. Короче, ребят, будьте как-то более внимательны к своим домам, квартирам, местам, местам, где вы живете. И создавайте уют, потому что, приходя с работы, вы попадаете вот в это, в другое царство. И оно создает у вас в башке определенные какие-то тоже поведенческие. Ну, не всем важно. Вот я, например, я не могу долго находиться. Даже у родителей мы прожили 3 недели. Мне эти стены начали бесить. Я уже не все, я уже не могла. Ну, вот не знаю, но мне нужно светлое пространство. Ну, согласен. Белое пространство в идеале. Да. В общем, короче, наводите уют по своему вкусу. Вот такой посыл. Чтоб вам было пока я. Все, мы пошли жрать. Да. Жрать, хавать. Люблю тебя. Пюрешечку. Пюрешку в сосиске. Люблю эти слова. Люблю эти, люблю эти блюда. Подожди, подожди, подожди. Сейчас он, чистоту. Блин, а трусы снять. Все, погнали. Алиска будет заниматься пюрешечкой. А я перехожу вот сюда. А, достаю из широких штаниц сыр. Убираем. Достаю, друг, вот, колбасочки. Будем какие, Алис? Пикантные? Давай пикантные. Отличия-то нету. А? Отличия, по-моему, нет. По-моему, нет. Да давайте-то пикантные оставим. Они, вроде как, для костра хороши. И сейчас я буду их жарить. У Алиски пюре уже готово. А у меня сейчас будут готовы соситроны. С соситроны надо поставить все в ряд. Тут главное перфекционизм. Все. А потом катать их буду вот так. Ну, а я поэтому делаю вот так, с одной стороны. А, а потом их перекатываю. Ишь ты какая хитрая, я так же сделаю. На самом деле я тебя проверял просто. Я так сам делаю всегда. У нас продолжается новогоднее настроение. Елочки горит, гороши здесь ходят. И сосисочки уже готовы. Да, мы их вот так вот обжариваем. Потому что, ну, они типа, как и получается, как сосиски гриль. Ну, на гриле. Так как вот апельсин, я уже смотрю, некоторые, несколько, что я несу. Хотел сказать, несколько дней. Уже смотрю, некоторые. Некоторые, некоторые дни я смотрю на апельсин и хочу съесть его. А в некоторые дни не смотрю. Приятного аппетита. О, да, ребята. Печенье, шоколад и вот этот вот напиток. Это икеевский безалкогольный дринг-шминг. Вот, короче, грушевый. Мы такой же на Новый год пили. Вкусная штука. Вот, смотрим, очень странные дела. И дальше хороший доктор. Дальше хороший доктор у нас, да. Одиннадцатая серия вышла. Одиннадцатая, потому что вот. Мандаринки. Мандаринки забыл. Это что? К бокальчику. К бокальчику икеевского пойла. Все, ребят, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами на инстаграм. Мы наши. Подпишитесь. И на телеграм. ПОКЕДА! Субтитры подогнал Игорь Негода.